Общее сведение. Докреостиноз – это патологическое сужение вертикального отдела слезоотводящих путей, приводящие к нарушению движения слезной жидкости в носовую полость. Врожденная форма встречается у 6% новорожденных, чаще у недоношенных и детей до года является главной причиной развития воспалений. Слезного мешка – докреоцистита. У мальчиков и девочек возникает с одинаковой частотой. Приобретенная форма – одна из самых частых патологий в офтальмологии у пациентов старше 50 лет. Проявляется в виде обильного слезотечения, что может значительно снижать качество жизни человека. Женщины подвержены развитию докреостиноза чаще, чем мужчины. Патология встречается во всех развитых странах. Докреостиноз – причина докреостиноза. К причинам возникновения врожденного докреостиноза относятся анатомические особенности в строении различных отделов носослезных путей. По результатам специальных исследований, офтальмологи выяснили, что формирование стеноза наиболее часто встречается на уровне носового соустия носослезного протока. Выделяют следующие факторы, способствующие развитию врожденного докреостиноза – переход эпителиальной оболочки слизистой полости носа. В слизистую носослезного канала возникновение общей сосудистой сети носа с носослезным каналом – наличие совместных венозных сосудов, переходящих в сплетение носослезного канала – присутствие в расцвете канала складок слизистой, сужений, изгибов, а также дивертикулов. Причинами приобретенных докреостинозов могут быть длительно текущее воспаление слезоотводящей системы, тяжелые травмы лица опухоли, лучевая терапия области головы, операции на органе зрения, носовой полости, пазухах носа в анамнезе. Длительное использование глазных капель, например, при глоукоме, также является риск-фактором развития докреостиноза. Симптомы докреостиноза При врожденной форме докреостиноза родители могут замечать и детей грудного возраста слезотечения и слезостояния в поражанном глазу. Может появиться клиника острого или рецидивирующего конъюнктивита, покраснение конъюнктива глаза, слизистая или гнойно отделяемая, чувство рези и жжения. Приобретенная форма возникает у взрослых, чаще после 40-50 лет. Основные жалобы, с которыми обращаются пациенты к врачу-офтальмологу – обильное слезотечение, которое вызывает дискомфорт и снижает остроту зрения. Периодически возникает незначительная слизистая гнойно отделяемая из глаза. Поражение может быть одно- или двусторонним. Из-за осложнений докреостиноза самое частое – это докреоцистит. Докреоцистит воспалений слезного мешка реже могут возникать передокреоцистит воспаления окружающих слезный мешок тканей и переорбительная флегмона. О развитии гнойных осложнений свидетельствует появление припухлости, покраснение и болезненности в реакции слезного мешка признаков системного воспаления, лихорадка, недомогание и дыры, закрывающая круглая скобка. Диагностика докреостиноза Методы диагностики докреостиноза включают в себя сбор анамнеза, проведение биомикроскопий у взрослых, визометрии и тонометрии. Из специальных методов применяют канальцовую или носовую пробы. Определяется время прохождения красителя по слезоотводящему протоку СОП. Производится диагностическое промывание для определения проходимости слезоотводящего аппарата, а степени сужения канал судят по характеру. Эвакуации СОП промывной жидкости каплями или струей. Основным методом диагностики является докреацистарентгенография с контрастированием, возможно точное определение места закупорки или сужение слезного протока по задержке контрастного вещества. Из дополнительных методов может быть назначена компьютерная томография, которая позволяет определить патологические очаги или процессы в носовых пазухах, возможные деформации внутриносовых структур, влияющие на проходимость слезного аппарата глаза.